Доброе утро, мои прекрасные! Мне пришли три заказа, и мне не терпится с вами поделиться, что же пришло. Уже показывала вам в обзоре каталога. Пришел новый наш компактный станок для бритья The Lion. Специально не распаковывала его, чтобы показать, как он приходит. Всю информацию. Ну, вы знаете, я вывожу странички каталога, вы там можете посмотреть и цену, и всю подробную информацию. Также. Уже одну сменную кассету я использовала, как раз таки. На ней я проводила эксперименты, как бреет прекрасные станки. Я, кстати, наши обычные The Lion станки одноразовые, мне кажется, не брала. Но как эти увидела, сразу поняла, буду брать. Тут у нас с вами четыре лезвия, плавающая головка. Вот тут я не знаю, что это, силикон или, ну, скорее всего, силикон, но, в общем, что-то очень мягкое. И две полоски. И брила я ноги без пены, без мыла. Все прекрасно, никакого раздражения. У меня на обычной станке я покупаю женский Venus такого бирюзового цвета. Там только с пеной или только с мылом, иначе будет раздражение. Тут все прекрасно. И еще такой момент тоже заметила. У меня в подмышечной впадине две родинки. Они прям небольшие, но чуть-чуть выпуклые. И вот если я беру плохой станок, я сразу понимаю, что он идет в мусорку, потому что плохие станки цепляют вот эти две родинки, а это крайне опасно. Естественно, мне этим заниматься не хочется. Тут все супер. Идеальное скольжение, гладкая кожа, отличный результат. К покупке советую. Еще я заказала в качестве подарка своим племяшкам две палетки теней. Я их, конечно, открывать не буду. Пока монтировала видео, не удержалась. И все-таки аккуратно, просто филигранно открыла упаковку. Сами тени открывать не буду. Но я уже в обзорах у девочек видела. И вживую она еще как-то няшнее, что ли. Я не знаю, как сказать. Видно, что пластик плотный, качественный. Внутри 12 оттенков. Вот это сердечко вообще самое сердечко мне. Вот так буду показывать, чтобы кольцевая лампа вам не засветила. А палетки взяла по купону. Очень выгодно получилось. Нет, по карте твой бонус, правильнее сказать. Детям своим заказала бомбочки. Я вам уже как-то проговорилась, что я заказала 30 бомбочек с распродажи. По 50 рублей, 51 рубль, по-моему. Наши новогодние бомбочки. Но они без игрушки внутри. Вот этот пакет в 30 штук пришел. И уже 4 бомбочки мы отсюда достали. Каждый требует себе свою персональную, чтобы запускать. И хотя я им сразу сказала, что игрушек внутри не будет. Все равно они пытались раскрыть и думали, что вдруг там что-то все-таки будет. Они сказали, нет, мама, закажи нам большие. Ну, действительно, видно, что чуть-чуть побольше бомбочки Ума. Но и надо понимать, да, что это 51 рубль в распродаже. Это 100 с чем-то я заказала. Ну, их вылавливать приходится на складе. Бомбочки мне нравятся, ну, во-первых, тем, что они очень хорошо пузырятся. Прям очень много пузыриков. Красивый цвет воды у этих фиолетовых. Я обожаю фиолетовый цвет. Ну, кстати, если вы хотите тоже заказывать бомбочки по 51 рублю, обязательно досмотрите видео до конца, и я расскажу, как это сделать. Так вот, эти подороже, но все-таки там внутри игрушка. И я лучше куплю бомбочку с игрушкой, чем киндер-сюрприз, в котором шоколад совершенно не полезен для детей. А так, в принципе, эмоции те же, что это киндер-сюрприза. Но зато никто не ест шоколад. И еще ей полезна вода с солью. Она более мягкая, более бережно относится к коже ребенка. Так что у меня 30 вот таких бомбочек было. Сразу их уберу со стола. Все большое хочу сейчас убрать, чтобы оно не мешало дальше делать обзор. И у меня 6 из линеечки Ума. Я все надеялась получить красные, но красные мне так и не пришли. К сожалению, вот все они идут под единым артикулом, и ты никогда не знаешь, какой тебе цвет придет. В прошлый раз я заказывала 8 штук. Игрушки все были разные, это порадовало. Но у меня было штуки 4 зеленых. Я когда в этот раз увидела опять зеленый, думаю, да что такое, хватит мне зеленый в заказ добавлять. Желтая у меня была в прошлый раз, это банан. Зеленый это мультифрукт. Оранжевая тоже была у меня в прошлый раз. Наверное, это мандарин, апельсин, что-то в этом роде. Какие тут картинки нарисованы. Вот. Голубые это то ли голубика, то ли черника. Я все время путаюсь, но я не думаю, что это прям очень важно. Очень хочется запустить синий. Если я найду видео, я вам прикреплю, как я их запускала. У них разные цвета, какие игрушечки внутри. Кстати, игрушки я как-то показывала в обзоре какого-то из каталогов. Но сейчас не вспомню в каком, конечно. Еще из раздела гигиены я заказала мочалку. Уже показала в обзоре каталога, обратно запаковала. Вдруг кто-то обзоры каталога мои не смотрит. И уже хочется начать пользоваться. Вот как раз таки и пойдет, наконец-то, на ванную, займет свое законное место. Вот такая вот обалденная мочалка с кусочками мыла в виде сердечка с ароматом клубники. Но мне кажется, даже не в чистом виде. А, клубника со сливками. Да, вот что-то такое. Клубника со сливками или йогурт клубничный. Вы, когда мочите эту мочалку, начинаете ее жамкать, жулькать. И образуется пена. Вы помылись, все хорошо. А потом просто берете за веревочку, за ленточку, подставляете под струю воды. Вся пена смывается и больше она не пенится. И можете обратно в упаковку убрать, если, например, вы пошли в какое-то общественное место, например, в бассейн, баню. Не знаю. Убрала каталог, но обратно его верну. Пятый каталог. Прямо жду, не дождусь, когда он наступит. Потому что, ладно, краски нам обновили. Это ничего. Но новинка, которая заставила меня просто пищать от восторга. А их две. Но первую, которую я хочу показать. Мне кажется иногда, что Фаберлик читает мои мысли. Потому что любой запрос, который у меня возникает в голове, я думаю, ну почему Фаберлик еще не начал делать? И вскоре это появляется. Буквально недавно я подумала, ну почему в Фаберлик нет капсул для стирки? Очень хотелось бы тоже иметь в обиходе, потому что, например, постельное белье и полотенце я люблю стирать нашими, где они, салфетки. Вот, смарт ландри. Листовой порошок. Очень удобно. Ничего не просыпается, ничего не разливается, не подтекает. Салфетку кину, и все прекрасно стирается. И одной салфетки, листового одного порошка, вот этого, достаточно для обычной стандартной закладки. Я как-то подумала, кинула две на всякий случай. Пены было очень много. Поэтому, ну если прям полностью битковый барабан и это тяжелые полотенца, постельное белье, могу полторы салфеточки использовать, полтора листочка. Но в обычной стирке все-таки один листик. И вот теперь у нас появляются биокапсулы для стирки с энзимами. 395 рублей по акции. Это получается при покупке двух упаковок, точнее любых двух средств, я так понимаю, из линейки Су Ян. Су Ян уже завоевала сердца всех моих девчонок. Теперь все хотят только этот кондиционер. Да, кстати, недавно получила отзыв от подруги. Она работает учителем в школе. И вот она часто собирает у меня подарки для своей знакомой. И вся говорит, вот что подарить человеку, у которого все есть? Это действительно сложный запрос, но возможный к исполнению. И вот однажды мы с ней сделали набор. Там как раз и Сау Ян уже был. Сау Юн, новая линейка. И она мне дала обзор, говорит, отзыв. Ты представляешь, вот эту коллегу, которая все есть, сказала, что она своей уборщице. Я, конечно, была удивлена, что в школе работают люди, которые могут себе позволить уборщицу. Но, видимо, для души работают или что. Но я не расспрашиваю. Ну, в общем. Она сказала, так, убирай всю вот эту профессиональную бытовую химию. Вот, пользуйся только этим. Это очень приятно слышать, когда у людей есть выбор и есть возможность покупать что-то дороже и прилично дороже. Их удовлетворяет, абсолютно удовлетворяет наш достаточно бюджетный Фаберлик. Особенно после всех санкций и повышения цен Фаберлик, в принципе, если сравнивать с остальными компаниями, поднял цены незначительно. И теперь наравне конкурируют. И это не может не радовать. Потому что, если раньше говорили, я могу в магазине на 100 рублей дешевле купить. Объяснять, конечно, что тут все экологично, безопасно и что у моей дети отопики не реагируют. Никакой нет аллергии на коже. Объясняешь, устаешь. Ну, ладно. А теперь ты понимаешь, что даже средства с худшим качеством уже, в принципе, наравне с нашими ценами. Обязательно буду брать эти биокапсулы с пятного водителя. Моя цена будет рублей 300. Получается, одна стирка 20 рублей с одной капсулой. В принципе, приемлем. И еще вот одна вещь тоже. Меня аж прям чуть-чуть замкнуло. Вот. Разделитель для ресниц. Тоже я искала. На Вайлдберрис уже добавила некоторые в корзину. Буквально месяц-два назад. Хотела такую штукенцию приобрести. И тут она теперь появилась в каталоге. Так, все. Убираю каталог. А то я могу говорить об этом бесконечно. Вы меня знаете. Заказала три туши Miss Pearl. В переупаковке она пошла. Я хочу подарить. Это не обращайте внимания. Это мои дети сделали. Пакет все, где было укомплектовано. Скинули игра и бутылки, которые большие, помяли. Все было целое. Так что все хорошо. Так вот, подарить трем. Ну, не клиенткам. У меня клиентов нет. У меня знакомые. Вот. Я, в принципе, люблю людям делать подарочки какие-то. И вот есть одна, которая любила очень нашу тушь Miss Pearl в коричневом цвете. И ждала ее появления. И вот в ближайшем заказе хочу ей подарить. И еще у меня есть мама с дочкой, которым тоже хочется делать приятно. У них невероятные ресницы. И вот мне хочется узнать, как с их ресницами просто идеальными. Как она себя поведет и какой будет их отзыв. Вот. Поэтому нашу перевыпущенную Miss Pearl хочу им дать. Там силиконовая изогнутая кисточка. Тушь немножко суховатая. Поэтому она не утолщает ресницы, не склеивает, а прекрасно разделяет, удлиняет и подкручивает. Но все-таки уступает немножко предыдущий Miss Pearl. Либо ей просто нужно раскраситься. О, это еще из прошлого каталога. Ко мне дошел заказ. У нас была акция. Берешь что-то из линейки Global Oxygen и крем для век. Всего за рубль. Уже срок годности посмотрела до конца следующего года. До конца этого года срок годности у крема для век. А, ну и у увлажняющего крема до декабря 24. В принципе, я успею использовать. Я все-таки поняла. Я больше не хочу пользоваться кремом. За 100 рублей, вот как свербенный, за 40 рублей обожглась. Нет. У нас и так, в принципе, нормальная цена. Ну, рублей за 400 мне этот крем обошелся. Это уже считается не из бюджетных линейок Фаберлик. Вот буду пользоваться и наслаждаться. Сейчас достала свою любимую линейку, которая, как все время называю, мороженка. Нет, куркума. Ночную куркуму достала. В качестве сыворотки у меня кислородный бальзам из этой линейки. Для восстановления кожи я его всегда использую и под светодиодную маску, и в качестве сывороток, и в качестве маски плотным слоем. Вот. А на утро у меня второй такой. Это потому, что уже мой второй заказ. Я достала второй такой крем увлажняющий. Утром уже использую. Думаю, что я мучаюсь? Зачем рискую? Был у меня заказ с московского склада, и там распродажи по срокам годности. Были интересные позиции. Я, кстати, еще один дело сделала. Заказ с московского склада. Там тоже будет кое-что с распродажей по срокам годности. Не забывайте заглядывать. На втором шаге. Есть вкладка, иногда, точнее, появляется. Но в последнее время все чаще-части распродажи по срокам годности. Там продукция, которая осталась 2 месяца. Но на самом деле можно пользоваться намного дольше. В Аберлик занижает сроки годности. В магазине стандартный срок годности на косметику 36 месяцев, а в Аберлик на все ставит 18. Спокойно можно пользоваться. Как минимум в течение полугода после стечения срока годности. Я заказала гель для умывания Green Karma. Подарю своим девчонкам. 50 с чем-то рублей он мне обошелся. Сама этот гель я брала. Но он для комби кожи. Он до скрипа очищает. Я не люблю такой эффект. Для меня это эффект подсушивания. Вот у меня есть девочки, у кого комби кожа. Подарю им из нашей натуральной линейки с коноплей. Пусть пользуются. Еще. С московского склада. Так как на Калининградском складе этого не было. А я заказала Келп. Он, кстати, сейчас тоже есть в распродаже по срокам годности. Но я так и подозревала, когда дают на него цену с огромной скидкой. Почему? Кстати, вот тут указано. Видимо, люди начали сомневаться. Я очень часто в комментариях людям объясняю, что если на баночке не стоит GMP, это не значит, что это не сделало по стандартам GMP. Вы всегда можете посмотреть завод, который производит эти БАДы для Фаберлик и посмотреть, сертифицирован ли по стандартам GMP сертифицируется не продукт, а завод его производящий. Фаберлик производит свои БАДы, точнее, заказывает все БАДы у заводов, прошедших по стандартам GMP. Ну, наверное, для сомневающихся уже стали на баночках писать, потому что часто, видимо, эти запросы в обратную связь поступают. Так вот, у меня было 20 банок Келпа, 9 уже ушли. И еще, сейчас в голове посчитаю, 6, по-моему, 6 еще уйдут. И еще часть осталась мне. Келп я сейчас употребляю на постоянной основе, даже иногда себе позволяю двойную дозировку. Я вам уже объясняла, что Келп – это биодоступная форма йода. Наш организм отсюда возьмет столько, сколько ему нужно. При моей проблеме с щитовидной железой мне отменили йодомарин, сказали не принимать препарат. Йодомарин, это БАД. Ну, короче, йодомарин сказали не принимать. А вот Келп она одобрила, потому что не при всех проблемах с щитовидной железой надо глушить щитовидку йодом. Так что Келп и Селена теперь мои друзья. Использую я, моя семья и еще своя девчонка-мадам. Я в этом цену назвала сразу в группе, в которой я им все скидываю, самая лучшая акция. Сразу куча желающих появилась. Пошуржала за кадром, чтобы вам не слушать мои АСМРчики с утра пораньше. Еще были в заказе мультивитамин, был мультивитаминный комплекс детский 15866. Мои детки пока капсулы глотать не могут, но у меня есть подружки, кто берут для своих детей, уже кто может глотать. В заказе у меня по картам твой бонус сыворотка. Одна из моих любимых ценные масла. Сыворотка питательная для всех типов волос. 30 мл. У нее немножко цвет поменялся, она как будто бы была более насыщенная. И сыворотка Ренаваш. Я вам уже говорила в обзоре каталога, что знакомая. Один раз попробовала, использовала и тут же заказала. Действительно классная сыворотка, такая немножко маслянистая. Восстанавливает ваши волосы, напитывает, не вызывает какой-то дополнительной жирности. Нету сосулек, ощущения сосулек. И она же попросила мне сыворотку, скинула, какой она обычно пользовалась. И что-то наподобие подобрать. Я подобрала нашу сыворотку из линейки Ренаваш 50+, с пептидным комплексом. Уже годами проверенная продукция. Вот Матридженик, Ренаваш и Агардерита. Поэтому со спокойным сердцем отдаю. Она же попросила карандаш 50-210. Моя мама любит вот такие карандаши. Больше, чем автоматизированные. Тут цвета как-то больше подходят. 50-210. Супер бюджетный, крутой карандаш. Маска. Наконец-то она мне пришла. Сегодня я ей впервые воспользовалась. Одна банка уже в ванной. Что хочу сказать. Ну, жжет она, конечно, беспощадно. Я вытерпела эти 15 минут. У меня горела не только голова, у меня горел лоб, у меня горели уши. Но ничего, я готова мириться с таким эффектом. Главное, чтобы у меня была шикарная грива. Красный перец, разогревающая маска. Рост волос. С перцем и маслом усьмы. Ну, свеженькие, да. Они от января 2024 года. Ну, пока эффект не могу сказать. Но я уверена, что в любом случае у разогревающей маски эффект будет. Волосюшки попарут. Густота появится. Мне понравилось, что она прекрасно ухаживает за всем полотном волос. Волосы после споласкивания не нуждались даже в расчесывании. Ну, конечно, я прочесываюсь, не переживайте. Но волосы сразу все выпрямились. Для меня это показатель. Я всегда так бальзамы проверяю на качество. Прекрасный уход не только за кожей головы, но и за всем полотном волос. А теперь, пожалуйста, слабонервных прошло отойти от экрана. Я тут испугалась, что бальзам Ботаника, самый мой любимый, тот, который я всегда всем советую, с медом и шиповником, пропадает. Я вообще побоялась, что всю линейку Ботаника выводят, потому что пропадала одна за другой позиции со склада. И в течение месяца я наблюдала все эти пропажи и никак этот бальзам не появлялся. Поэтому я заказала с московского склада 4 штуки. А потом еще увидела, что на Калининградском складе появилось и заказала еще 2 штуки. От декабря 2022 года, значит, до декабря 2024. Пусть будут. Точно так же знакомая, которая делает заказы, подсела на линейку Ботаника. И не только она, а уже и родственники мои подсели. И вот этот бальзам с медом и шиповником, именно с медом и шиповником, самый идеальный для моих волос. И получается уже не только для моих. Вот. Как минимум 4 штуки точно оставлю себе. Эти 2, ладно, если что, попросят, а да. Но на то случай, если все-таки вдруг они пропадут, пусть у меня хотя бы 4 штуки будут и греют душу. Но я буду так, если у меня эти 2 забирают, я тут же заказываю 2 еще новых, чтобы у меня всегда была какая-то константа, 5 бальзамов точно стояли в запасе. Ну, вот не могу. Самый лучший. Волосы у меня натуральные, некрашенные, синовалистые, жестковатые, непослушные. Я недавно услышала такое понятие, как стекловидный тип волос. Вот я думаю, это про меня. Они непокорные. И плойки их не берут, лак их не берет. Нет, берет, конечно, но не такой эффект, как у других людей. Еще тоже, что я заказала с Москвы, а потом из Москвы. Да, вы мне уже несколько раз поправляли в комментариях. С московского склада, но из Москвы. Потому что в Москву, в, из, на, с. Вот, из Москвы. Детский шампунь-гель для душа с ароматом. Манго обалденный, обалденный, сочный. Аж выпить хочет 28-24, не называю уже артикул, зачем вспомнила. И клубника. Вот он уже такой бальзамного типа. Шампунь-бальзам, да, с клубничкой. Он такой цвета фрутелла, он не прозрачный. Что еще? А, вот еще из раздела гигиены. Мне заказала знакомая моей тетя. Тетя у меня активно покупает Фаберлик. Заказывает, точнее. И она попросила заказать мист витамане. Обалденно пахнет лаймом и ананасом. Объем 120 миллилитров. Не на спиртовой основе, на водной основе мист. К нему же гель для душа вот такой вот огромный. 380 миллилитров. Такой у меня был, использовала до дна. Обалденный запах. Вот этот у меня тоже был с смородиной. Это я точно помню. И чернику. Вот все время чернику с голубикой путаю. Пахнет смородиной со смородиновым листком. Кремовый гель для душа. Вот арбуз и дыня. Это не моя тема. Ну, хотя можно аккуратненько так крышечку открыть. Хотя нет, не буду. Там же всегда есть отметка, что после искрытия 6 месяцев. Все-таки вот так через крышку не ощущается. Я не очень люблю арбузно-дынные душки. Мне почему-то всегда пахнет ненатурально, больше как жвачкой. И гель для душа, который я не заценила. А моя мама, когда переливала в дозатор, сказала, чем это пахнет? Я говорю, гель для душа земляника. Она, значит, понюхала и забрала. Сказала, да ты что? Наоборот, обалденно пахнет. Я уже который раз убеждаю, что у нас с мамой абсолютно разные предпочтения в плане ароматов. В общем, она от этого аромата кайфует. Вот, и знакомая моя тетя тоже его заказала, да на здоровье, пусть пользуется. Еще в распродаже по 50-му рублю я заказала новогодние гели для душа. У меня уже целая коробка вот таких вот всяких, лавремоментовских, скажем так, гелей для душа. Но я все равно продолжаю их брать. 50 рублей пойдут. Ой, ну что за обалденный запах карамели. 50 рублей пойдут спокойно. В качестве пены для ванны, для моих полоскунов. Прекрасно пойдут. И в качестве геля для душа, потому что суперский пенец. И в качестве мыла для рук. А у меня теперь дозаторы пенные. Я разбавляю либо наше жидкое мыло, либо гель для душа. Спокойно можно разбавить. К одной порции мыла или геля для душа добавляю 2-3 порции воды. Ну там уже регулирую по пенообразованию. Обалденно получается. 7 штук взяла. Взяла бы больше. На тот момент, когда я заказывала, я забрала последний. Что еще? Колготки тоже не распакую. Потому что я вам уже показывала в прошлой распаковке свои колготки. Эти уходят мои знакомые. Эластичные колготки из микрофибры. Артикул 820-151. Взяла по карте твой бонус. У меня была скидка на колготки. Что еще у меня есть? У меня есть чайник гунг-фу. Еще один. Подруга никак не может остановиться их дарить. В этот раз давайте я все-таки вам его покажу. Прекрасный, небанальный подарок, я считаю. И мужчине, и женщине. Вот так вот пупырочки. Я смотрела у нас магазин посуды Радов. Почти в два раза дороже подобные. Вот. Так он выглядит. Этот заварник для порционной. Ну, точнее, я так его использую. И рекомендую для порционной заварки чая. Мы открываем с вами. У нас здесь с вами емкость с ситечком, в которой мы помещаем заварку, заливаем кипятком и оставляем настаиваться. Это вообще, в принципе, китайский способ заваривания чая. Все вот в этой маленькой, в меньшей колбе заварилось. Нажимаем на вот эту кнопочку, и все стекает в дно чайника. Кого спасет это? Кто пьет чай один и не хочет, чтобы настаивался чефир, насыпало заварку, кто любит только листовой, пакетики не признают, насыпал заварку, залил кипятком, эту порцию вниз слил, перелил себе в чашечку, заварочка осталась. Потом через часик ты пришел, свежего кипятка налил, и вот так за вечер ты там кружки 4 выпил, прогнал по всем стадиям, да, там у китайцев точно не помню, но что-то типа первый чай для юношей, для сильных мужчин, а последний для стариков и детей. В общем, прошел все стадии китайской чайной церемонии, и все прекрасно. И я заказала два заварочных чайника, которые большие. Они чуть-чуть подороже, но здесь очень хороший объем, у меня таких три чайника, потому что, когда у меня в гости собираются, это очень много людей. Я в Казахстане привыкла, что чаепитие, это все-таки заваривается очень насыщенной, заварка делается насыщенной в чайнике, потом это разбавляется молоком и кипятком. А еще лучше, когда заварка просто разбавляется молоком. Особенно я бы сейчас все дала, чтобы выпить казахский чай с шадринским молоком. Шадринского молока у нас здесь нет. В общем, заварник на полтора литра. Получается, что для нашего чаепития, так как у меня муж с Узбекистана, чай, я как жена армянина с Узбекистана подаю по их традициям. То есть не густой наваристый, а именно делаю так, чтобы сразу можно было или по пиалушечкам разлить, они у нас есть, либо по кружечкам. В общем, и теперь хочу, уже один я такой дарила, и еще хочу два подарить. Надеюсь, понравится. Ну, я не знаю, кому, может, не понравится. Ладно, я потом запакую аккуратненько, чтобы не тратить ваше время. В отдельном видео я вам покажу бюстгальтеры Lace Intimates. Я тут ходила в Меловицу, мне подарили сертификат. Я посмотрела, что бюстгальтер из Меловицы за 3 тысячи ничем не отличается от этого, который я на распродаже взяла чуть больше, чем за тысячу. У меня размер 85Б, я помню, я, по-моему, их заказывала, но в размере 90, и минимальная чашечка в 90-м обхвате была С, и он мне был велик. Я в этот раз заказала 85Б и 85С, примерить. И все-таки здесь чашечка большая, то есть и в каких-то моделях 85Б у меня прям плотно грудь стоит, чуть-чуть выдавливается. В этой всегда берите в сторону меньше, если заказываете. Я заказала вот такую вот белую лисановую кость, как она называется, и еще вот такой вот цвет кудровый, и к ним же трусики. Ну вот трусики к кудровому придут чуть-чуть, похоже. Сейчас я вам просто трусики покажу. Вдруг кто-то поленится посмотреть мой обзор. В общем, те, которые С чашечка, там еще был черный, потому что в Б чашке черного уже не было, я поздно очухалась. Вот, поэтому успевайте следить за распродажами. Вот, и трусики, они на попе. Абсолютно прозрачные. Тут в два слоя сеточка. Тут у нас с вами такое все как будто бы атласное, защита гигиеническая. Пока она на месте, вы можете сдать белье после примерки. Я примерила прямо на пункте выдачи, бюстгал, сейчас к АйЦ и вернула. Вот так вот выглядит передняя часть. Очень нежно, невероятно трепетно и романтично. Надеюсь, вы меня поняли. Носки заказала себе. Все-таки это самые лучшие носки Фаберлик женские. 800-2674. Там есть несколько расцветок и надо постоянно, как и мужские, ловить на складе. В чем их прелесть? Они могут собираться в щекотки, потому что они более свободные, чем наши стандартные прям облегающие носки. Тут они в рубчик. На ноге я их не ощущаю. У меня щекотка в принципе тоненькая, несмотря на то, что девочка высокая, крупненькая. С щекотками проблем нет. Очень комфортные носки. Мне, собака моя, когда я с ней играла, играла с ней в собачку-драчку, тянула туда-сюда. Короче, в один из кругов она клыком, не знаю, как цепанула вот этот носок. Мой темно-синий. Я очень расстроилась, потому что я на тот момент, ну, если я раз пять надевала их, то хорошо. Ну, что, теперь эти носки благополучно ушли в разряд ночных носочков, когда я, например, ножу крем-компресс для ног или гладкие пяточки, и сверху на тебя носки не могу. Вот я в ванной намазала, носки надела, руки помыла и пошла. По полу скользить не хочется. А новые теперь есть у меня в распоряжении. Носки наши обожаю. И еще я заказала джеггинсы. Но с ними случилась неприятность, о которой я расскажу в отдельном видео. В трех расцветках, со всеми мерками, как обычно. Но там есть очень важный нюанс, поэтому не заказывайте, пока не посмотрите мой обзор. Ну, на этом все. Да. А теперь для тех, кто хочет заказывать самостоятельно. Фаберлик можно заказывать самостоятельно. Не обязательно находить консультанта в своем городе. Можно заказывать, как в обычном маркетплейсе. Для того, чтобы зарегистрироваться, вы можете пройти по моей персональной ссылке. Вы можете самостоятельно на сайте зарегистрироваться. Но есть очень важный нюанс. Так как Faberlic компания все-таки сетевая, она построена на основании того, что у каждого человека есть наставник. В Faberlic невозможно зарегистрироваться без наставника напрямую под компанию. Если вы регистрируетесь самостоятельно через Google, через сайт Faberlic, вам назначают наставника, и вы не знаете, кому вы попадете. Русская рулетка. Если вы проходите по реферальной ссылке блогер, а я все свои ссылки всегда оставляю под всеми видео, прям проходите под видео, и в описании к видео моя ссылка, если в первом закрепленном комментарии она есть, она рабочая для всех стран, проходя по ней, вы сразу видите, какой подарок вам за регистрацию положен. Условия для России 1500 заказ в ценах каталога с вашей скидкой это 1200, но для других стран там пропорционально. Казахстан 7500, Кыргызстан тоже 1500, потому что у нас валюты очень рядом. Так вот, проходя по моей ссылке, вы заполняете простую анкету, паспортные данные не нужны, и вся та информация, которая там заполняется, она строго конфиденциальна, и необходима только для того, чтобы вы могли получить свой заказ. Например, получить Почту России или получить в фирменном пункте выдачи, неважно. Никаких очень важных данных с вас не требует. Когда регистрируетесь, получаете мой номер телефона и возможность задавать мне вопросы, консультироваться напрямую. В онлайн режиме я отвечаю максимально быстро, отвечаю намного быстрее, чем обратная связь. С большей частью вопросов я могу справиться сама. Я очень люблю помогать, я очень люблю подсказывать. Вы можете увидеть по моим распаковкам, что я заказываю новинки, вперед остальных их показываю, все тестирую сама на себе, на своей семье. Поэтому всегда смогу подсказать. У меня очень много декоративной косметики, если вам какие-то сводчи нужны. В общем, я максимально помогаю, никогда не оставляю кого-то в пустоте, но у меня есть очень важное правило работы. Я никогда не навязываюсь, я сама терпеть не могу, когда у меня кто-то стоит над душой и меня что-то вынуждает сделать, я это ненавижу. И поэтому я всегда со своими новичками работаю по правилу. Никогда никому не звоню, не прошу делать заказы, не напоминаю, ничего лишнего не делаю. Но если вы изъявляете желание со мной общаться, я всегда с радостью помогу. Там, где вы попросите, напомню. Все это для вас делаю, разъясню стартовую программу, помогу по ней пройти. В общем, все это делаю. Поэтому подходите к регистрации чуточку серьезней, потом все будет просто, но вначале немножко серьезно, потому что наставника поменять крайне сложно. Постоянно получаю запросы. Катя, как мне перейти к вам под крылышко? Это крайне сложно, это возможно, но очень сложно. Поэтому все-таки лучше выбирайте наставника, потому что в каких-то моментах это действительно решает многое. Ну а если вы, наоборот, не хотите наставника, то в этом случае я тоже вам окажусь полезно, потому что не буду навязываться. Вот и все. Оповещаю только о подарках, которые вам положены. Ну а на этом все. Спасибо вам большое, что были со мной. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.